...миссия, чтобы рассказать о Боге, о вечности. Вы можете задавать вопросы, подойти. Прости нас, дед, прости нас, грехи. Самая главная новость, самая главная новость, самая главная... Мы стараемся жить. Главная новость, это не то, что президент перед федеральным собранием, а то, что Иисус умер за грехи людей, за наши грехи, и воскрес третий день, и всех призывает к себе и дарует прощение, начать новую жизнь во Христе. Вот самая главная новость мира. Мы не будем, мы... Дед, это духовное, это... Прости, мы немножко, конечно, молодые, мы немножко, видишь, как говорится, своим страстям, своим поддаемся, поддаемся страстям, ну, прости нас. Помолись за нас, грешных, дед, помолись за нас, грешных. Мы видим, что ты достойный человек духовного творения. Помолись, пожалуйста, за нас. Вы посидите, посидите, сядьте рядом. По разуму Господь нам дал. Так, рядом посидите. Посидите рядом. Без лести, без лести. Рядом посидите, я вам скажу, как найти нас. Вы, когда протрезвитесь, вы зайдите на скайп, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Я скину свои ресурсы вам, отвечу на ваши вопросы. Запишите два слова, Игнатий Лапкин. Все, Игнатий Лапкин запомнили. Да, вы, нет, не запомните, вы сейчас не забудете. У вас в голове сегодня не для памяти. Да у нас в голове, дед, все нормально, дед. Мы порядочные люди. И не думаю, что здесь все дрочеры. Извини меня за выражение. Тут, конечно, хватает и недостойно. Вы, Игнатий Лапкин, пусть ваша проповедь будет истинной, прямой и достигает сердца, сердец людей. Вы знаете, что... Люди тоже как бы... Мы не отрешены от мира духовного, но в миру мирском поковаримся. Поэтому мы, может быть, придем к вашим годам. И будем такие же мудрые, как вы. Вам интересно послушать, что мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу, дай Бог, чтобы все у вас осуществилось. А почему не осуществиться, если мы молимся? Мы Бога благодарим за все. За все, слава Богу. Вы можете зайти на наш YouTube-канал. У меня большой YouTube-канал. 20 500 роликов наших. Хорошо, мы посмотрим. Называется «Во свете Библии». Говоришь, посмотрим, а сам название не знаешь. Ну, что ты, мужик? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Запишите. Все. Спаси Господи. Спаси разгрешных. Все, с Богом. Какая книга? Мне она не понравилась. Она слишком скучная. А вы ее хоть раз прочитали от корки до корки? От корки до корки я не осилил. Она слишком муторная. Я начал читать, не смог. Это сказка. Самая великая книга Библии в мире. А вам она муторная. Потому что живете неправильно. А ты отойди от блуда, от курива, от матерков. И тебе Бог мозги маленько просветит. Я не курю и не матерюсь. Ну, сейчас будем говорить и заматеришься. Давайте. Ну, так вот. А если бы ты знал, что тебе язык твой наказан будет, ты бы не матерился. За всякое слово отвечать придется на суде Божьем. Главное, самая радостная вещь в Библии говорится, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. А у Ему муторно. Муторно после выпивки, после укола наркотиками. Так я не колюсь и не пью. Да дай Бог, чтобы они, говорится, не врали. А если делающее добро идет к свету. Христос есть свет. Прямо пропорциональная тяга. То есть, вы считаете, что есть единственный путь развития личности только через религию и в том числе... Нет, я не сказал. Слово религии я даже не произносил. Я сказал через Христа. Он дает все. Ему мы молимся, к Нему вопием, и Он отвечает на молитвы. И спасает из самых безвыходных положений. И дает свет глазам нашим. А вы рассматриваете другие варианты развития личности? А его и нету. Какое? Я, допустим, очень близко знаком с людьми, которые исповедуют эту книгу. Я 58 лет проповедник. 58 лет несу этот свет. А как вы относитесь к атеистам, агностикам? Атеистов и агностиков в мире 8,5%, как показывает статистика. Но на них падает 99,9% всех преступлений мира. Это самые несчастные люди. Я бы не сказал. А как вы относитесь к терактам, которые делают... Кто делает? ...палатичные, религиозные... Кто делает? Христиане? Ну, давайте тогда вспомним крестовые походы. Ну, это крестовые походы. Там католики были. Сегодня кто делает взрывы? В Беслане. В Беслане, в Будённовске, в Норд-Осте. Кто сделал всё это? Ну, так подозревают, что радикально настроенные мусульмане. Ну, так радикально там, не представляю. Люди погибли, им разницы нет какой. Дело в том, что младенцам захватили школьников. Я там был. Брал на теорию тех, которые потеряли детей своих. Надо видеть это буквально дымящееся горе по сегодняшний день. Так, а почему вы с таким негативом-то отзываетесь? А не надо, не надо. Это протокол. Почему вы с таким негативом, с таким негативным посылом пытаетесь мне внушить, что я не прав? Да не надо говорить. Есть рай, а серенькой мглы нет. Господь говорит, я предложил тебе тьму и свет, жизнь и смерть, благословение и проклятие. Это не инь и янь. Здесь не может быть всё так однозначно. Мир не делится на чёткое чёрное, на чёткое белое. Чёрное и белое. Другого нет. Рай и ад. Другого нет места. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. В любой ситуации есть неоднозначные какие-то сегменты. На большинстве никаких сегментов. Украина, российский конфликт. Понимаете, что... С одной стороны... Вы слова не подбирайте какие-то. Вы же видите, что для неверующего нет никаких тормозов. Это говорила не кто-то. Надежда Константина Крупская, жена главного людоеда. Но это-то ладно. Просто почему вы считаете, что быть атеистом – это неправильно? Ну, атеист – что такое? Не просто безбожник, а атео против Бога, которого не признаёт и воюет. Более безумного-то нет. Это не обязательно воевать. Просто можно... Это рассказ есть такой. В школе. И понимаете, как устроена наука и всё... Знаете, в школе учительница Мария Ивановна говорит, Бога нет доказала. Так, дети, кулаки сожмите, погрозите Богу. Ну, все подняли руку и против Бога. А Ваня сидит. Она говорит, а ты почему нет? Она говорит, ну, вы же доказали Бога нет, а кому я буду? А если он есть, то я боюсь. Ну, верно. Просто я к тому, что, думаю, нет смысла навязывать кому-то свою точку зрения. Кто во что хочет, тот, кто и верит. Вы называете Богом, Иисусом, я называю это Вселенной. Знаете, не навязывает. Но вы уже на суде Божьем не будете говорить, что 26 января 2020 года, в воскресенье, вы не встречались с человеком, который рассказал о Боге, что Христос умер за вас, что Христос ждет вас. Вы уже сказать не сможете. Но сегодня вам дверь рая Бог открывает. Какой ты есть, склонись и скажи, верю, принимаю. Прими меня, Господи. И твоя новая жизнь теперь. А то, что сколько дедов наших, скорее всего... Я сейчас поясню. Сейчас вы... Спасибо на войне за нас. Вот это я, на самом деле, гораздо больше ценю. Вот вы сейчас что-то щелкните, и нас разъединит. Если хотите дальше встречаться, запишите два слова. Я дам ключ вам к нашей встрече. Игнатий Лапкин. В скайпе. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Один на весь интернет. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Запишите, не пожалеете. Я не уверен, что готов дискутировать на религиозные темы. Да вы на религиозные только-то. Вот скажите, вы встречали разные видеоканалы в Ютубе. Сколько роликов? Сколько роликов у каждого человека? Своих, не чужих. Сколько? Ну, у всех по-разному. Ну, по-разному. 100, 200, 300. Больше полторы тысячи ни одного нет, я не встречал. У меня сегодня заполнило 20 тысяч. 20 тысяч роликов. С кем вы разговариваете, это знаете. Мы даем абсолютно все. Как я вел занятия в пяти университетах. Все мои книги. Вам интересно это будет? Там студентам я отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок. Чего вы мне хотите задавить количеством? Нужно давить качеством. Вы зайдите сначала, потом вы увидите. Наша поездка из Барнаула до Владивостока до Лиссабона. Запишите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Это Ютуб канал. И вы будете рады, что сегодня мы... Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Зарядите сейчас. Как вы относитесь к закону об оскорблении чувств верующих? А нет, это все выдумка. Еще придумали оскорбление чувств неверующих. Это все глупости. Никакого оскорбления нет. Действительно сажают людей по этой статье? Ну, неправильные статьи приняли. Неправильные статьи. Никогда этого не было. Меня если гонят, обзывают, я получу награду от Бога. Написано, радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать и поносить вас. Это люди... А почему Соколовского-то? СИЗО закрывали. Я и говорю, вы говорите правильно, но закон-то сделан под безбожников. Вот я скажу вам. Мне Господь позволил насчитать 50 книг аудио моим голосом. И среди них я насчитал первую в стране архипелага ГУЛАГ Солженицына. И брал антюрию репрессированных. У меня 4 тома по 800 страниц стихов моих. И меня по этапу 5 тюрем и лагерь за плечами. Я живой остался. За слово Божие. И мне никакого ущерба они не нанесли. Арестовали по санкции Московского КГБ. МГБ. Это моя слава. Может... Это какой год был? 86-й в августе уже судили. А как раз только Чернобыль взорвался. Я сидел в это время в камере. Да, 26 апреля это случилось. У меня самая большая в мире фонотека была мной и составленная в то время. Я сам делал переводы с разных языков. И все это изъяли. А почему вы кичитесь так количеством? Может главное же качество? Да какое качество? Когда живые люди... Еще раз говорю. Вот хорошо человек делает доброе дело. У него полгектара земли. А у другого у меня рядом живет он. У него 6700. Ну еще спрашивают у него. Этот... 2700 почти гектаров у него на ящмине. Кукуруза, свекла. Ну на полгектара-то что? Вот тебе и количество. Я отвечаю. В пяти университетах веду свои занятия. Как количество? Да оно никак не денется. Во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. Три радиопрограммы еженедельно по радио. Ясное дело, что я охватываю миллионы людей. Миллионы. А сколько людей пришло покаяться? А разве религия не учит нас быть скромными? А я вам говорю, не я. Благодарное большее делает. Он избрал меня как трубу и через меня делает это. Завтра меня не будет, а дело осталось. Господь говорит так, через Якова 2.18. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Прямой призыв. Доброе дело, говорит, на вершине горы. И вот только начал-то я читать Библию и дошел до такого момента, что две дочери переспали со своим отцом. Ну и что? И вообще как понимать? Да никак. Как написано? Это Библия, которая ничего не скрывает. Только сегодня открывается, что Сталин делал. И ни один человек не знал о том, что такие лагеря у Гитлера. А у Бога все известно, открыто. Все делающееся явным есть свет. Меня это привлекло. Не когда-то, 58 лет назад, после армии я получил в руки Библию. Это жизнь во Христе. Было приятно с вами пообщаться. Мне нужно закинуть макароны. А я-то все так. Заходите, пожалуйста, в наш YouTube-канал или лучше всего по скайпу. И вот когда начинаешь разговаривать, все бегут куда-то. Библию спросишь, есть. Есть, она у бабушки за стенкой, а бабушка спит. Ну, брехуны. А я просто переехал и не забрал с собой. Да никуда не денешься, сейчас расстанемся навсегда. Макароны ваши эти. Вы подумайте сами, где будет душа ваша. Я готов ответить на все ваши вопросы. Я веду эту работу 58 лет. Всего вам хорошего. И вам всего хорошего. Вас как звать-то? Георгий. Георгий означает землепашес. Я знаю. Ну вот. Пошейте ниву своей души. Приятное мне было с вами встретиться. Так что, если будет желание, дальше поговорить. В скайпе. Скайп. Игнатий Лапкин. Я в вашей канал. И канал. Я вам не обещаю. Ну, не обещайте. Зачем обещать? Может умрем. Но дело в том, что я к вам расположен. И вы ко мне. Мы двое встретились. Можем поделиться талантами. Так и надо. Все. Мне нужно бежать. Давайте. С Богом. С Богом.